Думаю, что всем изучающим итальянский язык знакома такая история. Очень хочется начать смотреть фильмы и сериалы на итальянском языке. Но не просто американские, или русские, или, не знаю, немецкие фильмы, которые были бы переведены и дублированы на итальянский язык, но фильмы на итальянском, снятые самими итальянцами. Не правда? Знакома такая ситуация? Но когда мы начинаем их искать, то интернет нам предлагает Адриану Чулентану, классиков итальянского кинематографа. Но в современные фильмы очень-очень тяжело найти и понять, какой из этих фильмов могу посмотреть я с моим уровнем итальянского языка. Если вам знакома такая ситуация, ставьте лайк. С вами я, Линда, и мой канал «Итальянский наизнанку». И сегодня я хочу поделиться с вами своими пятью фильмами, которые я рекомендую просмотру тем, кто хочет улучшить свое восприятие на слух, произношение, обогатить словарный запас, да и просто обожает Италию и ее культуру и хочет узнать что-то новое и интересное о современной Италии. Если вам интересно узнать, что это за фильмы, смотрите это видео. Начну я с фильма, который называется «Л'Инкредибель история дель Лизула дель Розе» или «Лизула дель Розе». Этот фильм вышел в 2020 году и основан на реальных событиях. В нем главный герой, инженер, точнее, два друга инженера, только что заканчивают университет и решают, что они хотят что-то изобрести, что-то такое, чего не было, и они решают построить свой собственный остров. Да-да. И возле Римени появляется так называемый маленький островок, который не принадлежал еще никому. Это были воды, которые не принадлежали ни Италии, ни другим государствам. Соответственно, они строят этот остров, и все это разворачивается, все действие разворачивается на этом острове. Это очень интересно с точки зрения истории. Я никогда об этом факте не слышала, но потом посмотрела всяких энциклопедиях. Действительно, это было так. Это был международный прецедент, очень интересный с точки зрения мирового права. И поэтому, если вы интересуетесь историей, культурой Италии, то этот фильм очень рекомендую, потому что он, во-первых, очень веселый, интересный, он захватывает, проходит на одном дыхании. Во-вторых, он очень полезен с точки зрения изучения итальянского языка. Почему? Потому что, когда мы начинаем изучать итальянский, у нас очень стандартные, да, все записи у нас достаточно стандартные, дикторами озвучены. Но проблема в том, что в Италии так не говорят. Говорят только дикторы. А вот актеры все-таки говорят со своим каким-то местным региональным акцентом, с какой-то произношением, интонацией, которые в стандартном итальянском языке нет. Этот фильм, помимо комической и исторической сюжетной линии, также будет полезен тем, кто хочет потянуть свой итальянский, именно восприятие на слух, а также обогатить свой словарный запас. И это очень просто делается, потому что актеры говорят достаточно четко. У некоторых из них есть романский и акцент из Калабри, но это не мешает нашему восприятию, наоборот. А также мы можем выучить какие-то полезные конструкции разговорные из многочисленных диалогов. Для тех, кто любит современные трагикомедии, обратите ваше внимание на фильм «Перфектис конушути» «Идеальные незнакомцы». Я думаю, что многие из вас уже слышали об этом фильме. Это современная трагикомедия. Сюжетная линия достаточно интересна, необычна, потому как все действие происходит в одной комнате практически, но это ничуть не мешает нам покрузиться в историю. В этом фильме главные герои собираются в доме одной пары и решают поиграть в игру. Они решают читать все сообщения и отвечать на все звонки во всеуслышание, чтобы все миссансы, все сообщения были открытыми. И вы узнаете, что из этого получилось. Чем мне понравился этот фильм? Так это тем, что он полон сленговых разговорных выражений, которые мы используем каждый день в нашей речи. И этот фильм будет очень полезен вам с точки зрения этих конструкций разговорных, но может быть немножечко сложновато для тех, кто только начинает изучение итальянского языка, потому что многие из этих сленговых выражений, как бы все слова понятны, да, но общий смысл непонятен. Так вот поэтому, мне кажется, в начале такое немножко сложно понимать. Но если у вас уровень B1, B2, то это ваш фильм. Если вам немножко грустно, то я предлагаю посмотреть комедию, которая называется «Ковадо». Я посмотрела, что в русском переводе этот фильм называется «К черту на куличке» или «К черту на рога», и действие разворачивается на юге Италии. Соответственно, Южная Италия, Южный акцент. Поэтому будьте готовы к тому, что немножечко, может быть, сложно воспринимать, если вы не привыкли к южному акценту. Так вот, главный герой этого фильма – это рабочий, простой рабочий, так называемый государственный рабочий, которого хотят сократить, но не могут. И его отправляют в командировку, «К черту на рога». Куда? Посмотрите этот фильм и узнаете. Очень смешной, очень веселый, и высмеивает различные стереотипы культурные, различные между севером и югом, также показывает рабочую культуру Италии, и различные проблемы итальянского общества наших дней. Поэтому очень-очень рекомендую. Веселый, забавный, и также можно почерпнуть очень-очень много различных выражений, связанных с темой работы. Мой абсолютный фаворит – это фильм «Змятый куэнт волью». Я бы перевела его как-то как «Горе от ума», или же в русском переводе – это «Остановлюсь, когда захочу». В этом фильме рассказывается история 30-летних молодых людей, которые закончили университет, которые начали работать в академической среде, но потом, увы, не смогли построить свою карьеру, потому что в Италии проблема тех, кто хочет работать в университете – очень мало мест, поэтому рассказывают очень важную часть проблем той самой элиты итальянского общества, которая не может найти себе места в своей родной стране. Так вот, эти молодые люди встречаются и организовывают свой бизнес. Какой? Вы знаете, посмотрите этот фильм, он в трех частях, но все три части связаны единой нити, единой сюжетной линии, очень-очень интересно, очень захватывает. Единственное, что может быть сложно, так это академическая лексика, поскольку они люди с высшим образованием, то есть, соответственно, словарный запас и конструкции, которые они используют, они достаточно продвинутого уровня. Но если у вас B2 и C1, то вы вполне можете смотреть этот фильм даже без субтитров. И последний фильм из моего списка это фильм «Ла пацца джоя». Это сумасшедшее веселье или безумное веселье. В этом фильме рассказывается история женщин, которые попали по каким-то причинам в сумасшедший дом. Главная героиня Донателла Беатрича, одна из высшего общества, бывшая милионерша, вторая девушка с улицы, встречаются в сумасшедшем доме и заводят дружбу и решают вырваться наружу в поисках любви, счастья и лучшей жизни. Очень такой напряженный, эмоциональный, психологический фильм, но очень женский, потому что главная героиня женщины. И, в принципе, достаточно легко его понимать, но немножко есть, также присутствует южный акцент, поэтому, если вы не привыкли, повторюсь, можно попытаться потренировать свое аудирование как раз на этом фильме. Ребята, это был список из моих пяти любимых фильмов на итальянском языке, которые я рекомендую к просмотру для того, чтобы улучшить наше восприятие на слух, обогатить словарный запас, да и просто узнать, что-то новое, интересное о современной Италии. И главное, услышать настоящий современный итальянский язык, который используется сейчас, а не тот, который использовался 20, 30, 40 лет назад. Кстати, я оставлю описание всех фильмов и их название в описании под этим видео, поэтому, если вам интересно, поищите и посмотрите эти фильмы. Не знаю, где они могут быть доступны. Я смотрю, например, на Netflix или на Amazon Prime. Если у вас нет такой платформы, то вы можете взять в аренду или купить просмотр какого-то фильма прямо на YouTube, если вам интересно. Кстати, а какой ваш любимый фильм? Может быть, вы уже видели какой-то из этих фильмов? Или собираетесь посмотреть? Пишите нам в комментариях, мне будет очень интересно знать ваше мнение. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели меня до конца и увидимся в следующих видео. Пока-пока!